Дорогие друзья, я приветствую вас на Зоне. Сегодня блюдо очень интересное. Оно для меня как-то близко нашему Оливье. Такая салат-закуска из Перу. Называется Кауза или Кауса, как хотите. Закуска или салат, но странный. Здесь тоже важный компонент картошка. Ну, немножко в ином виде, в отличие от Оливье. Но посмотрите, мне кажется, вам понравится, потому что это забавная история. Значит, у меня уже варится картошка в мундире. Вот она потихонечку здесь у меня булькает. Вот видны бульки, да. У меня, кстати, сейчас новая линейка посуды Кукмара. Кукмара – это постоянный партнер канала, производитель отечественной посуды, которая находится в Татарстане. И я всегда очень тепло вспоминаю, как я бывал на заводе, на производстве в городе Кукмар. И вот посмотрите, новая линейка Стелла у меня сейчас. Посмотрите на эту сковородку. Это не вся серия Стелла. Вот у меня еще есть большая кастрюля. Вот эта форма посуды подобрана так, что она очень правильно распределяет тепло и меньше требует газа или чего-то еще. Кстати, эта посуда подходит для газовых плит, для электрических плит, для стеклокерамических плит, для хайлайт, так называемые плиты. Антипригарное покрытие турецкого производства. Здесь шесть слоев. Даже можно не острыми металлическими предметами что-то перемешивать, ему ничего не будет. И мне очень нравятся ручки. Вы не можете их почувствовать. Это так называемое покрытие софт-тач, потому что не скользит это покрытие. И очень приятно держать в руках. Кстати, вот этот цвет называется капучино. Значит, картошка у меня варится. Посмотрите, какие у меня еще продукты есть. Ну, креветки, авокадо, хотя вместо креветок может быть и курица. Я, кстати, вам сейчас покажу лайфхак, как чистить креветки несколько иначе. Я сейчас креветки полностью очищу. Причем, смотрите, я вот снял первые кусочки, да, хитина, а потом я нажимаю на хвостик и вынимаю креветку. То есть я очищаю креветку как бы в два приема. Первый раз, раз, чуть-чуть снял, а потом на хвостик нажал, и, ну, вот оно, и у меня выходит все. Это еще не лайфхак. Им же лайфхак касается черной жилки. Шмяк и вынул, да. Первый способ, он традиционный, когда мы делаем разрез, верно? Делаем разрез вдоль спинки креветки, да, и видим эту черную кишечку, жилку. Вот я ее, видите? Вот она у меня висит. Я ее убираю. И вот обычно так на бортик кастрюльки, куда мы чистим, чтобы она так с пальцев хорошо выходит. А вот иной способ, который позволяет обойтись без разреза, так называемый, это можно сказать, с консервиской зрения хирургии, лапароскопический способ, да. Смотрите, я беру, вижу хвостовую часть креветки. Я прокол сделаю явно, чтобы под эту жилку попасть зубочисткой. Приподнимаю зубочистку, вижу жилку. Этой же левой рукой ее захватываю. И смотрите, вот я ее вынимаю без разреза. Вот она у меня, ну, липнет к пальцам. Вот она, видите, какая кишечка вышла. И у меня креветочка остается неразрезанной. Она целенькая, лапароскопия, да. Поэтому хотите, можно делать так. Я люблю, конечно, зубочистку. Вот, посмотрите, вот так вот. Сейчас я проверю картошку, она, скорее всего, уже готова. Я ее заранее поставил. Да, она готова. И сейчас будет жестокий процесс ее очистки. Хорошо ее, знаете, очистить, когда она еще горячая. Я, кстати, добавлял сюда соль при варке. Я люблю достаточно круто солить воду при варке картошки. Вот, и мне сегодня еще как раз понадобится сковородка. Из этой же серии, значит, Стелла. Теперь надо ее почистить, картошечку. Да, я вот сюда же буду чистить, где у меня креветочные все болванки. Ну, вот так, а как быть еще? Вот так, обжигая руки. Можно дать чуточку ей остыть, но, знаете, я сейчас буду ее разминать в пюреху. Если она остынет, уже пюреха не будет такая качественная. Ах, горячо. Завершающая картошка. Ну, чем разминаю? Да мелкая для картофельного пюре, чем еще. Ну, соль в картошку не проникает. Это я больше для... Знаете, когда насыпаешь много соли при варке мундирной картошки, температура кипения воды немножко повышается, и поэтому она быстрее, эффективнее готовится. Присаливаю немножко сейчас, вот так. Все, картошка теперь должна остыть, хотя бы до теплой. Без ничего, да, ребят? Никакого молока, никакого масла, ничего. Просто картошка. Это есть. Занимаюсь теперь я авокадо, обработкой авокадо. Кстати, смешно получилось. Вот сегодня это блюдо из Перу. И авокадо я сегодня тоже купил. Было на ценнике написано, что из Перу. Вот видите, как бывает. Приятно. Сейчас я очищу авокадо. Хорошо, когда кожица снимается руками, но вот здесь не получается снять. Мне придется воспользоваться ножом. Или даже я могу экономкой. Достаточно эффективно, да, экономка очистит мне авокадо. Я, наверное, возьму тоже две половинки, мне, скорее всего, хватит. Ну, то есть две четвертинки, одну половинку. И сейчас, как это принято, немножко полью его лимонным соком, чтобы он не темнело. И сейчас я его нарежу. Вот у меня лимон. И для вкуса авокадо это тоже хорошо. Косточки попали, я потом их уберу. Включаю нагрев. Я креветки должен обжарить. На оливковом маслице. Параллельно с чесноком и с лимонным соком. А, представьте, как вкусно будет. Я сейчас дам немножко перца, действительно. Это начальный, да, а не такой жгучий в этой части перца. И теперь чеснок. Все, поехали. Я думаю, что уже здесь все нагрето. Кривитосики. Я перчик могу уже сейчас дать. Чеснок чуть попозже, чтобы он не горел. Если и солить, то аккуратно, потому что в морепродуктах есть такая скрытая немножко соль. Я капельку возьму. Буквально следы соли. Креветки важно не переготовить. Вот уже пошел чеснок. Надо очень аккуратно и недолго их жарить. Еще совсем немножко, и они готовы. Все, есть. Работаем дальше. Я сейчас креветки в основном нарублю крупно. Так вот, без чеснока возьму. Это мне все пригодится, потом это заправка. Вот, видите, две креветочки и все вот это красивое масло, перчики и чеснок у меня пока остаются. И я вот так вот, смотрите, крупно и достаточно грубо нарубил креветки. Вот точно так же была бы нарублена курица. Я бы ее кусочки курицы обжарил. Допустим, плоское филе, разрезанное вдоль пополам. Потом нарубил бы эту курицу. То есть была бы курица, было бы точно так же. Все. Я эти креветочки смешаю с небольшим количеством майонеза. У меня, кстати, свой майонез. Это я его делал сам. Вы, наверное, неоднократно видели, как это делается на кухне. Поэтому я сейчас не буду этого показывать. Я, причем, майонеза кладу не так уж много. Смешиваю с майонезом. И теперь даю сюда вот это ароматное масло и чеснок. Вот, да, из общей миски. Перчик, чеснок, чтобы это все попало в креветочки. Потому что это мне будет сильно украшать по вкусу. Все, креветочная часть есть, авокадная часть есть. Теперь уже можно приступать к сборке. Смотрите, сборка идет всегда через кольцо. Ну, так вы традиции. Кольцо. Я накладываю сюда слой пюрехи. Оно хорошо держит форму. Невысокий слой пюрешки. Теперь сюда пойдет авокадо. Я выкладываю, да, спокойно, чтобы я закругленной частью авокадо вдоль кольца опускаю, да, чтобы повторять форму, так сказать, этого кольца. И сейчас я опять трамбую сверху картофельное пюре. Чуть-чуть авокадо посолю. И могу чуть-чуть его сдобрить вот этим ароматным маслицем. Еще у меня от креветочек осталось, смотрите. Приправил. Снова слой пюре. Это такой будет больше технический слой. И чтобы утрамбовать авокадо, чтобы его немножко подклеить, чтобы оно было устойчиво при снятии формы. Есть. И вот теперь пошла креветочная часть вкусняшная. Вот, посмотрите, как. Вот так. И сверху опять слой пюрешки. Он у меня получится весьма тонким. Тоже немножко просто запрессуем креветочки. И теперь я аккуратненько снимаю кольцо. Теперь надо как-то все это, так сказать, оформить. Уместо положить яйцо. Это яйцо, сваренное вкрутую. Там можно положить вот так, под углом. Два фрагмента яйца. Где у меня те креветки, которые оставались целыми? В разнобой. Мы должны подчеркнуть, что здесь есть креветки. Мы можем положить сюда парочку оливок. Я их разрежу пополам. Сюда запустим. Можно подчеркнуть, да, использование жгучего перца. Я сейчас такой красивый ломтик. Так поставим его, чтобы он развивался вверх. Сейчас я положу несколько перышек сюда зеленого лука. Ну и теперь хочется все-таки дать еще что-то вокруг. Такой гарнирчик вокруг. Мы усилим, допустим, оливки. Вот так я уже буду их распределять вокруг нашей башенки. Я хочу положить сюда немножко красного лука, мелко нарезанного. Он украсит. Он успеет, ребята, подмариноваться, потому что вокруг будет еще лимонный сок с оливковым маслом. Да, естественно, это даст нам сочность. Вот так. Еще зеленого лучку немножко мы дадим туда. В данном случае, друзья, это как раз хорошая порция. Это однопорционная подача. Но если есть желание на компанию это подать, допустим, поставить на праздничный стол либо какой-то такой обед выходного дня, из этого можно сделать торт. То есть сделать большое кольцо и сделать вот такой тортик. Сверху украсив его компонентами, в общем-то, которые есть в салате. Вот видите, у меня оливковое масло. Я просто сейчас пролью вот так вокруг озерцо оливкового масла. И по оливковому маслу уже через сито. Лимонный сок, чтобы сюда уже не попали косточки. Поэтому лучок станет менее злым. А вот, собственно говоря, друзья, вот такая вот закусочка. Она называется кауса. Можно сделать вообще это вегетарианское. Только прослоить картошку авокадо. Несколько слоев авокадо прослоить. Дать кислинку, дать оливочки, дать яйцо, лук. Ну, кто-то, может быть, из вегетарианской яйцо не ест. Смотрите сами. Это канал Зона Лазерсона. Сегодня с вами был я, Света Слоновой Кости. С вами прощаюсь. Пока.